Евгений Горбачев много лет работает в цирке. Он не раз видел больших змей на сцене и за кулисами. Однажды был свидетелем, как питон во время представления начал душить дрессировщицу. Но гораздо больше Евгения напугал случай в реальной жизни. Примерно часов в 7 утра гулял с собакой, услышал собака, зааваяла сильно. Подбежал к псу, увидел в кустах, примерно где-то вот таких размеров лежит в клубке змея. Шипит, я схватил собаку. Со школы помню, что не нужно подходить к ним. Взял собаку и ушел. Теперь Евгений ищет новое место для прогулок с собакой. Ведь по всем признакам встречена им змея – гадюка. В Калининградской области живет два вида змей – уш и гадюка. Обычно и тот, и другой вид спасаются бедством. Гадюка, если ей бежать не хочется, некуда или еще по каким-то причинам, она может сворачиваться в кольца и очень громко шипит. Встречается на территории области еще один вид – медянка. Змея занесена в Красную книгу Литвы, но сюда приползает погостить. Она не ядовита, хотя любит кусаться. А вот гадюка чувствует себя хозяйкой повсюду. Для нее основной корм – это мышевидные грузуны. И наибольшая активность – это в утренние и вечерние часы, когда она, в общем-то, наиболее активна. Днем, как правило, если очень жарко, она все равно прячется в тень, так как холоднокровное животное. Поэтому сейчас, говорю, трудно сказать, где ее нету. Она может быть встречена везде, на всей глубине леса и на полевых участках. Змеи первыми не нападают. Наоборот, пытаются спрятаться. Агрессию чаще проявляют люди, за что и платят. Пострадавших от укусов в стране с каждым летним месяцем становится больше. Есть даже смертельные случаи. Минздрав России разработал информационные памятки. Если собрались в лес – одежда плотная, а обувь высокая. Обязательно возьмите трость. Так можно расчистить себе путь, а шумом напугать змею. Отправляясь за грибами на пикник или охоту, многие берут с собой домашних питомцев. В период активности змей собаки тоже могут пострадать. Например, из-за своего любопытства или неосторожности, наступив на хвост присмыкающегося. Укусы чаще всего приходятся в области носа, языка или передних лап. Первое, что нужно сделать – обездвижить животное. Ни в коем случае не накладывайте жгут. Лучше всего укутать питомца в одеяло или куртку, так как может понизиться температура его тела, и вести к ветеринару. Если все же змея выбрала себе цель покрупнее человека, первое правило тоже – зафиксировать пораженную конечность. Лучше – лечь. Кроме того, не паниковать, не резать или прижигать рану, не использовать алкоголь. А вот воды или сока понадобится много. Нужно или самому попытаться отсосать яд из ранки, или привлечь для этого кого-то из, если есть рядом люди, которые с вами находятся в лесу или где-то там на природе. При этом не надо бояться того, что яд, попадая в ротовую полость, может всосаться в кровь помогающего. Такое действие поможет снизить концентрацию яда в ране до 50%. Дальше – помощь врачей. Не всякая встреченная змея опасна, но многие боятся всех присмыкающихся на всякий случай. Страх из-за того, что все думают, что это мокрая, холодная, скользкая животина, которая там съела, убила, сделала что-то плохое и так далее. Вполне адекватные животные, просто нужен определенный подход и все. Андрей говорит, что главное условие приятного сожительства с хладнокровными – кормить их вовремя. Еще придется найти террариум и обеспечить приятный температурный режим. Конечно, у каждой особи свой характер. Одни более покладистые, другие могут проявить бойцовские качества. Но в борьбу с человеком-гадюки уже и другие присмыкающиеся вступают только если их обидят. А в остальных случаях, уверяют специалисты, люди змеям неинтересны. Светлана Крюкова, Михаил Эльбаум, Служба новостей, Город.